Ну как прошел полет? Да все отлично я уже вот рассказываю ребятам все прошло хорошо в самом деле уже двое суток с момента уже трое сегодня с момента выхода из квартиры вот двое суток летел вместо одних немножко не запланировано но в самом деле все классно отдохнул выспался все бодр полон сил это был квест вот такой в самом деле было очень много новых эмоций потому что первый раз в жизни опоздал на самолет вернее никогда такого не было когда переносились рейсы не по моей вине это первое второе теперь понимаю что нужно в этом делать в этом случае у меня как бы уже есть опыт с которым я поделюсь уже делюсь у себя на блоге третье это понял в самом деле переночевал прикольно вот этом номере 700 долларов в сутки артем проживает я вчера прилетел сюда и первый раз жизни ночевал в где мы ночевали как это называется в хостеле это был тоже квест в первой жизни реально это тоже был опыт я целенаправленно его заказал я по ним 700 долларов в сутки ну пожить посмотреть как это происходит да это что там в хостеле ну это для вот студентов для молодежи ну тема реально прикольно причем с завтраком сразу на полсу знаешь какая у тебя сейчас миссия еще нет ну заняты вести людей надо будет сейчас а вот эстафетная палочка утра происходит в сердце в этом отеле и тебе нужно будет ходить там остается сейчас два человека правильно у нас и сергей и юрий ну не знаю с нами в машине был никого сейчас нет уже но кто-то еще вопрос то что машине о а кто может а юра есть эдгар ты сможешь здесь конечно лично тоже у нас у нас командная работа начинается перед тем как уйдешь какие ожидания твои в самом деле хочу первое новое знакомство это первое второе я думаю что получу новый и не думаю уверен получу но целую кучу опера эмоций положительных второе получу кучу инструментария до каких-то инструментов которые мы тут же протестируем только не для починки машины не они с машинами это очень переживают вот и вообще в принципе вы путешествует поэтому это будет такой такое путешествие думаю очень интересно и ножом однозначно однозначно это мужское путешествие это круто оно не для слабых поэтому здесь собрались лучшие разных стран и мы скоро отправляемся уже через полтора часа погнали погнали все тогда юрия сейчас мы сюда приводим командной работой и затем кто сергей и все и у нас небольшой инструктор здесь общий да и поехали и у нас кстати сегодня очень интересное событие возможно у нас опоздает и не успеет 12 александр который летит сейчас из китая и тогда мы когда уезжаем ему придется нас догонять на чем на самолете я посмотрел есть рейс да есть рейс сиэтл спакан такой город а все этого слева штата вашингтон спакан справа и мы туда приезжаем где-то к 7 до 7 и он как раз в это время туда приедет ему оттуда его взять у него тоже краска тоже ну что поехали поехали я тем еще что я хотел самое интересного то что будет здесь что мы будем перенимать приветствую приветствую взаимно то что мы будем перенимать бире ты будешь передавать тот опыт который именно достижение финансовой независимости как ты все это как свободного стиля свободного стиля жизни вот это потому что мы все зациклены в той жизни в России у нас зациклены, независимо. Выход из матрицы. Да, выход из матрицы. Вот это самое главное. Потому что интересно путешествие, да, интересно все там, общение. Я думаю, что мы и Артем, и у нас получится чему-то, потому что у всех есть целая куча опытов. У вас, вы старше, у всех есть. Я учусь всегда, да. Поэтому мы всегда учимся, мы учимся и передаем свой опыт. Всю жизнь учиться. У нас Юрий, Сергей и все. Юру мы забираем, да, я пошел за Юра. А где ставить эту отметку Москвы? Давай. Я решил. Я отвечаю. Привет. Вы уже послайка получаете. Не надо, я его прервал. Я не хотел прервать. Я только обед на то, что я не могу. Все, я был кушать, они поставили. Здесь жарко. А, поставили. Апрель. Вот, апрель. Апрель, 6 апреля, да, на полгода. Жарко. Жарко. Жарко, давайте. Давай я здесь. У нас же вот. Да, Артем, я своим зрителям показываю, в каком ты шикарном номере ночевал или живешь в этот период. Это невероятно. 700 долларов в сутки. Это зрители все-таки будут удивлены. Так что человек, вот тот, который свободно путешествует... Нет, я вообще слезарь четвертого разряда. Это вообще обалдеть. Так это нереально. Нет, но человек, который буквально путешествует, каждый день находится, так каждый день путешествует буквально. Ты не стеешь на месте. Вот мы в процессе ехали, ты где-то высота там 11 тысяч километров, интервью, вернее, переписку вел, да? Мы в это время собираемся, ты занимаешься, как у тебя это все. Я ищу деньги в интернете, мне там не хватает денег. Я ищу деньги еще. На небесах ищу. Да, да, это очень-очень. То есть вот это поражает именно свободный стиль твоей жизни. Так вот, то, что ты... Это свобода. То есть человек создан для свободы. И задача человека научиться летать. В школе не учат, в институте не учат, на работе не учат. Это значит, что человеку нужно взять вот эту ответственность за свое обучение в свои руки. Правильно? Так. А если у человека самому не получается, то найти наставника, взять его и сказать, ну... Так еще что, а найти верного наставника? Потому что сколько много людей разочаровывается из-за того, что те, которые предлагают свои, так сказать, услуги и возможности... Есть секрет. Нужно идти к тем наставникам, которые не предлагают свои услуги и которые только по рекомендации. Классно, классно. Здорово. Так, вот сейчас придет здоровая пища 80%. Вы можете тогда вот это делать с их знанием, так называемую. То есть в другую сторону уходите. Можете съесть пиццу иногда, можете съесть что-то варёвку, с друзьями, что-то... Я знаю, я тоже так питаюсь. У вас организм успевает переваривать и успевает выбрасывать токсины. Но когда вы каждый день так питаетесь, он не успевает. И поэтому мы видим таких людей с заболеваниями, которые устают. Мы не должны уставать, мы слишком молодые, чтобы уставать. 100%. Даже он слишком молод, чтобы уставать, да? Возможно, для кого-то, а может быть даже и для всех, это путешествие станет не столько по финансам прокачкой, сколько по здоровью. Вот Константин, он творит невероятные вещи. Я еще такого человека не видел. И поэтому я просто... Вот те тренировки, которые проводит Константин Алис, стоят тысячи долларов. Всем, кто сейчас едет, это будет бесплатно. Целая неделя тренировок будет бесплатно. Плюс у нас физические упражнения. У нас будет подъем ранним утром. Готовьтесь. У нас обязательно должно быть пару часов утром в интернете, потому что будут задачи перед сном немножко в интернете. А снова это путешествие. И плюс у нас же будет интернет мобильный. Так что кто-то может даже найти деньги в интернете в процессе футитра. Итак. Безлимитные ЛТР. Да. Артем, бумажки закончились. Я как Артем продолжаю учиться. Я учусь тоже лучше. Артем, а реально перейти с маленьких денег, потом большие. Легко. Начинаю с маленьких. Просто у меня сейчас... Ничего не нужно. Ничего не нужно. Нужно нагреваться. Зачем сразу брать большой вес? Ну да. Возьми легкий. Поэтому, когда появятся вопросы... Небольшой отдейд. Небольшой отдейд. Насколько мы в Америке. Ребята, которые у меня стоят, они работают за чаевые банки. Мы отдали им ключи. То есть я просто обязан дать 10 евро. Ну дадим. Если с трезером. Я скажу, мы дома... Я... Я... Ребята, я рассказывал, да? Я в 2-3-4-8-8-8-8-8-7-0. Отдавали, когда мы... Возьми назад машину. На правах, я вот такой. Нет, а потом мы начали купить. У меня супруга. Я молодец. За неделю. У меня супруга. У нас нету там жаренного прописи. Платных дорог много будет, Артём? Артём, платных дорог много? Почти нет. Только в Нью-Йорке ещё будет. Ты прорабатывал? Чуть-чуть, чуть-чуть. Или так. Понравился, попадаем. Я начал читать книжку. Через 8 километров. Будем на самолёте ждать спокойно. Первый вариант вообще ничего. То, что в процессе. Просто опыт. Второй вариант это 5000 и это всё получается. Первый вариант вообще без всяких скриптов. Почему будут все элементы? Всё то же самое. Можно ничего не делать. Это просто возможность, которая открылась, которую можно пропустить. Тоже будет 20. Можно взять за полторы. Отдать на благотворительность полтора. Я не знаю, ты помнишь, это я или нет? Я уже так буквы. Поддержки. Да, я понял. Это вот как раз. Как раз как-то. Посмотрите какие результаты я достигну. Всё? Тогда поехали? В этой группе там шикарная поддержка, кстати. Это же там в группе 7 ценностей даются. Да, 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 да. Тренинг уже начался. Одно упражнение, кстати, не отправило последнее. У меня нет, и не до этого там Светлана этим всем занимается. На вторую руку буквально написано. Там три видео с играми отправил. Нет, всё нормально. Уровень доступа... Видел его? Читал, да? Нет, я видео видел, которое ты прислал. Нет, три маленьких видео там про тритания, про активности в течение дня. Смотри, Юрий, у тебя уровень доступа выше среднего, так что нормально. И прокатимся, и всё будет отлично. То есть, нормально. Артём, посмотри, пожалуйста, маршрут остановки первый. Остановка первая. Городок Тельма. Вот такое русское название. В национальном заповеднике Уэночи. Вторая остановка городок Спокан. Это второй по величине город, по-моему, в штате Вашингтон. Дальше у нас будет третья остановка Вайдаха. И четвёртая – это уже ночёвка в штате Монтана, город Миссула. Это наша сегодняшняя программа. Все готовы? Готовы, готовы. Они для слабых, реально. Готовы. Я даже не поздравляю. Я вот и сегодня. Поехали, поехали. Сейчас что купим. Значит, смотрите. А как будет меняться? Тело будет. Доступ к телу. Смотрите. Мы постараемся сделать так, чтобы все прокатились в Лексусе, чтобы все получили возможность более плотной поддержки. Сейчас всё будет в пути. То есть все инструменты в нашем будет связь, правильно? Конечно. Значит, мы по очереди будем с Костей вести Лексус. И один из нас будет постоянно на связи. И минимум раз в час у нас коммуникация. Как связь держим? По мобильному. Ну надо, слушай, надо все-таки маршрут четко дать. Глянь. Бумажку какую-то. Да. Это удача, кто с тобой будет в Лексусе ехать. То есть у вас станет просто. Я запишу, потом мы на это... В идее вариант забираться, конечно. Тельма. Да. Тельма. Это она в национальном парке Уэночи. Вот. До Тельмы 200 с чем-то. Чем? Аминь, пол самаршута. Четыре с половиной, я думаю, что будет под пять. Четыре с половиной. Надо серьезно двигаться. Да. 112 миль. Сколько я говорю? По пять тысяч. За семь дней? Потому что... Пять тысяч? Да. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Дальше с половиной. Именно поэтому и мотивация к клубу питания. Делометром. Нужно три к нему. Четыре с половиной. День время не проедет. Нам нужно по-любому до девяти заселиться в отель. Поэтому... До чехина? Да. Три остановки, разминки, перекусы, общения, все это запланировано на первый день. Посмотрим, что у нас будет получаться. И корректировать маршрут будем по ходу дела. Но лучше нам сделать задел сразу, чтобы спокойнее чувствовать себя дальше. Там много возможностей новых будет открываться. Именно поэтому мы не ждем Сашу. Семеро одного не ждут, а десятьеро тем более. А где мы переходим? Понятия не имею. Дальнейшие действия. Дальнейшие действия. Дальнейшие действия. Сейчас четверо человек с таймингом в сорок пять минут необходимо стартовать за едой в Whole Foods. В Whole Foods. То есть это можно сделать пешком, бегом, но это сколько? Полтора километра. Да, и сумки у вас будут... Убер. Убер приезжает за три минуты. Кто может вызвать Убер? Ликт я могу вызвать. Ликт. Отлично. Убер есть в своем приложении. Все. Тогда погнали. А что в машине? Что в машине? В машине сидит. Кость. Как как? Мы с пешком дойдем до Лексуса сейчас? Да конечно. Мы тогда идем забирать Лексус и держим связь. С кем держим связь? Давай со мной. Да. В Грудь идут? Нет. Набирай телефон. А кто знает его? Главный адрес. Главный адрес. 929. 398. Есть. 2528. Так. Главное, дни сам. Ха-ха-ха. Академия, дни. Премьешь дай. Хм? Пал закупиться. А что тебе? Терута уничтожает? Ну я добавил 4. Пал джин. Пал джин. Пал джин. Пал джин. Пал джин. Сейчас попробую набрать. Пал джин. Так. Как семья. Пал джин. Пал джин. Пал джин. Пал джин. Пал джин. Сейчас все расскажу. В конце дня отчет по дню. Тоже с впечатлениями, что проехали и так далее. Записывайте интервью. Можете интервью делать. Можете в одиночку просто себя. Можете кого-то попросить. Креативьте. У кого больше креатива будет, тот больше денег получит. Я уже пишу все подряд. Круто. Ну что, стартуем? Тогда кто сейчас отправляется? Куда? В магазин. Ну да. Можно в машине подъедить. Если вы сейчас... Попустите. 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 У нас с вещами так, что багажник будет забит одними чемоданами. Все нормально. А кто чемоданы с собой делал? Нет. Нет. Но есть субурбан. Это большая машина. И плюс там одно свободное место. И вот туда тоже можно. Да все мы влезем. Значит смотри. Сейчас главное попасть в магазин и за 40 минут купить все. Один покупает орехи, сразу распределитесь. Где находится магазин? А Whole Foods? Вода, не забудьте. Воды обязательно. Там есть 1,5 литровая и 5 литровая. Есть 5 литровая. Любые. Емкость. Смотрим. Да. 1,2 километра. 11 минут на машине. Подъезжаете. Команда. Выпрыгивает. Хватает 1 на рейки, 2 на рейки, 2 на рейки. Все. Поехали. Берите органик. Если лежали яблоки за доллар и за 3. Берите за 3. За доллар не берите. Это химия. Я объяснил на эту вещь. Лучше съесть это яблоко, чем 5. Но хорошее. Оно вам больше пользуется. 2 литра воды взяли сегодня? Нет. Мы взяли 8 литров. Ну у нас 2 дня. А есть там эвен? Там есть эвен, но эвен не лучшая вода. Да не лучшая. Значит, исландская вода. В чат, пожалуйста, можешь? Если что, эвен берите. Она нормальная. Но допустим, такая вода, как... Сейчас, как же она называет? Самую дорогую вода. Не в этом дело. Да. В общем, берите воду, она вся нормальная. Да. Цена еще, конечно, не всегда определяет качество. Так это уже известно. Уже эксперты доказали это. Все. В общем, это скупляется и куда мы подъезжаем дальше? Так. Где встреча? Значит, локацию мы скинем в течение 40 минут. Все хорошо. Вы еще не успеете закупать.